Библейский портал экзегет.ру представляет Книга Деяний, 12 глава, читаю перевод Международного библейского общества для библейского портала Экзегет. Но вот 12 глава — это последняя глава, которая не про Павла. Дальше у нас будет Саввел, он же Павел. А тут еще другие апостолы и, прежде всего, Петр. Постепенно это проявляется, и мы видим, как в Книге Деяний два разных служения. Хотя вроде бы оно одно, это проповедь, прежде всего, новая община, которая основывается по всему Восточному Средиземноморью. Но Петр это делает как человек, который близко знал Христа в его земной жизни, который уже всеми воспринимается как один из важнейших, авторитетнейших апостолов. Вот он такой, облеченный властью. А Саввел, будущий Павел, он пока непонятно кто. И поскольку Петр — это вот такой, знаете ли, центр притяжения, то он и привлекает больше всего негодование. Всегда же стараются лидеры движения как-то изолировать. Примерно в это же время царь Ирод арестовал некоторых членов церкви. Но это, конечно, не Ирод Великий, а это его внук Ирод Агриппа Первый. Ирод — это целая династия. Арестовал некоторых членов церкви, чтобы сделать им зло. Он приказал убить мечом Иакова, брата Иоанна. Вот еще одно мученичество. И вот уже, собственно, смертная казнь по воле правителя. До сих пор у нас была такая толпа, которая казнит архидиакона Стефана. Ну а здесь, соответственно, уже власть начинает это делать. Причем толком непонятно почему. Вот просто что-то новое появилось, надо его закатать в асфальт. Когда он увидел, что иудеи этим довольны, он арестовала Петра. Дешевый способ сыскать популярность, да? Аресты часто становятся попыткой упрочить собственную власть. Но обычно из этого ничего хорошего не получается. Это произошло время праздника пресных хлебов. Ну то есть пасхальный период, когда ели опресники. Петра арестовали, затащили в темницу и выставили охрану четырех групп солдат по четыре человека в каждой. Ну смена караула, да? Какой отряд? Не слабый. Шестнадцать воинов. Наверное, командир еще пятнадцатый. Ирод намеревался после Пасхи вынести Петра к народу. Ну то есть публично его судить и тем самым поднять свою популярность. Петр был под стражей в темнице, а церковь горячо молилась о нем Богу. Вот что могла сделать церковь? Часто люди говорят, мы ничего не можем. А молиться мы можем? Можем всегда. В ночь перед тем, как Ирод должен был вывести его на суд, Петр спал между двумя солдатами, скованный двумя цепями. Ох, как стражили, да? А стражники у входа стерегли в темницу. То есть двое по бокам и еще два на выходе. Вот уже никак невозможно. Внезапно явился ангел Господа и камеру осеял свет. Такая немножко гумористическая сцена. Там четыре солдата его сковали по рукам и ногам, но ангел... Кто против ангела? Ангел толкнул Петра в бок и разбудил его. Вставай быстрее, сказал он, цепью упали с рук Петра. Ангел сказал, припаяшься и обуй сандалией. Петр сделал это. Обернись плащом и иди за мной, сказал ангел. То есть обычная бытовая сцена, к того там хватают, держат, а тут приходит ангел и говорит, ну что, разлегся, давай, поднимайся, обувайся, одевайся, пошли. Петр вышел за ангелом из темницы, не понимая, что все, что делает ангел, происходит наяву. Ему казалось, что он видит видение. Они прошли мимо первой стражи, мимо второй и подошли к железным воротам, ведущим в город. Это же тюрьма, там не одна только охрана. Ворота сами открылись перед ними, они вышли на улицу. Они прошли одну улицу, и вдруг ангел исчез. Когда Петр пришел в себя, он сказал, теперь я действительно знаю, что Господь послал своего ангела и избавил меня от руки Ирода и спас от того зла, которое желали мне люди иудеи. Как Иисус Христом, до какого-то момента он неуязвим. Вот там, где, казалось бы, могло произойти убийство, которое прервет всю проповедь, вот там оно не происходит. Мученичество будет, но это все впереди, и в книге Деяний про смерть Петра не сказано. Поняв, что произошло, Петр пошел в дом Марии и Матери Ивана, которого еще называли Марком, где собралось для молитвы много народа. Это, кстати, скорее всего, Марк, который евангелист. Тем более, что у Петра с Марком явно была тесная связь потом, да, и даже Евангелие от Марка, ну, и особенно если следовать свидетельству Папы Иерапольского, это, собственно, рассказы Петра, записанные Марком. А вот этот Иоанн, названный Марком, Марк от Римской, имя Иоанн еврейское, очевидно, некий юноша, который хорошо всем известен. И вот очень похоже, что это евангелист Марк. И, видимо, у них большой богатый дом, где удобно принимать эту общину. Петр постучал в ворота, и на стук вышла служанка рода. Она узнала Петра по голосу, и, забыв от радости открыть ворота, побежала обратно сказать, что Петр стоит у ворот. Вот настолько ее это поразило, да, что тоже вот прям юмористическая сценка. Она и ворота не открыла. «Ты не в своем уме», — сказали им. Она продолжала настаивать. «Это его ангел», — решили они. А что значит «его ангел»? Ну, было представление, что у человека есть ангел-хранитель, и, видимо, он выглядит, как этот человек, когда он в зримом облике. Видимо, говорит его голосом. Наверное, мы же не знаем. Петр, между тем, продолжал стучать. Он стоит ночью на улице, там холодно, в конце концов. Никто ему не откроет. И когда они, наконец, открыли ворота, сообразили, сообразили от моих комментариев, увидели его, то пришли в изумление. Вот смотрите, прям какая-то юмористическая вся глава. Петр жестом попросил их молчать и рассказал, как Господь вывел его из темницы. «Расскажите об этом Иакову и другим братьям», — сказал он, и ушел оттуда в другое место. Иаков, ну, очевидно, это другой, чем Иаков, которого только что убили, но это очень частое имя, поэтому даже сейчас не будем пытаться разобраться, кто там где. Видимо, этот Иаков — это руководитель Иерусалимской общины, который одновременно брат Господень, то есть близкий родственник Иисуса. Наутро среди солдат произошло большое замешательство. Никто не знал, что случилось с Петром. Ирод искал его, но поскольку розыски не принесли результаты, он допросил стражников и велел казнить их. Обычная практика. Римская, если сбежал заключенный, то отвечает за него, полностью принимая на себя наказание, тот, кто его упустил. Затем Ирод отправился из Иудеи в Кесарю и оставался там некоторое время. Кесария — приморский город, собственно, римская такая опорная база. Ирод был рассержен на жителей Тиро и Сидона, и те, согласившись между собой, явились к нему и заручившись поддержкой власта, управляющего царским двором, попросили мира, потому что их область зависела от области царя в поставке продовольствия. Ну, тут какие-то мелкие политические неурядицы. Тиро и Сидон в никийские города не подчиняются Ироду, но они, собственно, не имеют собственной земельной территории, поэтому им нужно, чтобы кто-то им доставлял там хлеб, оливки и все прочее. В назначенный день Ирод надел царскую мантию, сел на трон и обратился к ним с речью. Народ стал восклицать — это голос Бога, а не человека. Любят правителя, когда их принимают за богов. Но Ирод все-таки верит в единого Бога. Ему так не по чину. Но в тот же момент ангел Господа поразил Ирода, потому что он не воздал славы Богу. Видимо, имеется в виду, потому что он не возразил на это ничего. Он согласился с тем, что его равняют с Богом. А для жителей Тиро и Сидона это нормально, потому что там язычество. И Ирод, изъеденный червями, умер. Вот, собственно, хотел казнить Петра, а к концу главы выяснилось, что Исаам умер. Слово Божье между тем росло и распространялось. Варнавы и Савел выполнили возложенную на них миссию и возвратились из Иерусалима, взяв с собой Иоанна, которого еще называли Марком. Вот их маленький миссионерский отряд пополняется, хотя не всегда будет хорошо им вместе. Но об этом мы еще прочитаем. Начиная со следующей 13 главы, собственно, их миссионерские путешествия описаны уже более подробно. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...